Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Приглашаю вас на урок русского языка и литературы. Приготовьте ручку, тетрадь, учебник русский язык и литература для 8 класса, авторов Гороленко и Сузанской. Авторы этого сценария Куркина Наталья Павловна. Урок проводит Букшан Людмила Степановна. Тема урока. Обособление, определение и приложение. На этом уроке мы познакомимся с правилом постановки знаков припинания в предложениях с обособленными определениями и приложениями. Закрепим постановку знаков припинания в предложениях с определениями и приложениями. Прочитайте предложение, соблюдая правильную интонацию. Найдите обособленные члены. Подумайте, какие эти члены предложения, чем они выражены, к какому слову относятся. Остановите ролик и выполните задание. Давайте проверим. Юный лес в зеленый дым одетый, теплых гроз нетерпеливо ждет. Предложение обособленное определение. Которое выражено причастным оборотам. На иных березках, обращенных к солнцу, появились нерукотворные сережки. Предложение обособленное определение, которое выражено причастным оборотам. Тайга, совсем безмолвная, стоит насторожившись. В этом предложении обособленное определение, которое выражено именем прилагатель. А он мятежный, просит бурь, как будто в бурях есть покой. Предложение одиночное определение выражено именем прилагатель. Остроухов, тонкий знаток искусства, подмечал в картинах Поленова, Тургеневский мотив. В этом предложении приложение, которое стоит после именного имени собственного и уточняет его. Ребята, давайте вспомним, что такое определение. Это второстепенный член предложения, обозначающий признак предмета. Чаще всего определение бывает выражено прилагательным и причастным. А что такое приложение? Приложение – это определение, выраженное именем существительным, согласующимся с определяемым словом в определенном падеже. А что такое обособление? Обособление – это смысловое, интенсионное выделение второстепенных членов с целью придать им известную синтаксическую самостоятельность в предложение. Обособленные члены в предложении могут иметь следующие признаки. Они уточняют высказываемые мысли, конкретизируют описание действий, дают более углубленную характеристику лицу, либо предмету, вносят в предложение экспрессивную окраску. Предлагаю вам познакомиться с правилом. Определение приложения обособляется, то есть выделяется интонацией при произнесении и запятыми на письме, в следующих случаях. Если относится к личному местоимению. Утомленная долгой речью, я закрыл глаза и засну. Мы, дети, в городе бывали редко. Второе. Если согласованное, распространенное определение и приложение, а также два или несколько согласованных, нераспространенных определений, стоят после определяемого имени существителя. Например, была белая ночь, облачная и тихая. Степь, безлесная и волнообразная, бесконечная равнина, окружала нас. Третье. Если согласованное определение и приложение имеет добавочное обстоятельственное значение, причины, условия, уступки, ошеломленное, мать непрерывно смотрела на рыбьих. Четвертое. Если приложение, распространенное, либо нераспространенное, стоит после имени собственного и уточняет его. Например, посередине комнаты стоит Яшка Турок, худой и стройный человек лет 23. Пятое. Если приложение с союзом «как» имеет значение причины, потому что, так, как, поскольку. Например, Пьер, как законный сын, получил все. Теперь предлагаю вам потренироваться и выполнить упражнение 265 на 112 странице. Спешите. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки припинания. Укажите обособленные определения приложения. Подчеркните их, как член предложения. Остановите ролик и выполните это задание. Давайте проверим, что у вас получилось. Желтый свет месяца, глядевший в пустоты окон, не мешался с темнотой. В первом приложении в слове «желтый» пропущена буква «Ё». В корне после шипящих пишем «Ё». А в слове «мешался» гласное «Е». В корне слова находится в безударном положении. Чтобы ее проверить, необходимо подобрать проверочное слово, где на эту букву будет падать ударение. Таким словом является глагол «замешивать». Обособленное определение, глядевший в пустоты окон, это причастный оборот. Второе предложение. Науки, чуждые музыки, были постылы мне. Во втором предложении согласованное распространенное определение, которое стоит после определяемого имени существителя. Третье предложение. Человек, не помнящий прошлого, лишает себя грядущего. В данном предложении в глаголе «лишает» пишем букву «И». Проверочное слово «излишне». В слове «грядущего» проверочное слово «грянет». В этом слове ударение падает на букву «Я». Обособленное определение, не помнящий прошлого. Причастный оборот. Четвертое предложение. И потекла новая песня, решительная и решившаяся. В этом предложении глагол «потекла» пишется с буквой «Е». Проверочное слово «течь». В данном случае согласованное распространенное определение после определяемого имени существителя. Пятое предложение. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных лет. В слове «военных» пишется двойная буква «Н». В предложении согласованное распространенное определение стоит после определяемого имени существителя. Шестое предложение. Пляшет ветер по равнинам, рыжий ласковый осленок. В слове равнина по правилу гласной А пишем значение равный, О в словах со значением ровный. Равнина – плоская поверхность. В предложении согласованное распространенное определение стоит после определяемого имени существителя. Седьмое, последнее предложение. К чаю, единственному нашему блюду в это утро, полагалась горсть сухарей на троих. В слове полагать, в безударном положении в корне пишем букву А. Если после корня находится суффикса, если же его нет, то мы пишем букву А. Согласованное распространенное определение, которое стоит после определяемого имени существителя. Надеюсь, что вы справились с этим заданием. Теперь предлагаю вам вернуться к началу параграфа. И обратим внимание на эпиграф. Слова Розенталья. Обособленное определение, характерное прежде всего для художественного и публицистического стиля. Поскольку придает речи особую выразительность. Выполним упражнение 270 на странице 113-114. Спешите. Образуйте от глагола в данных в скобках причастия. Ставьте пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки припинания. Укажите обособленное определение. Остановите ролик и выполните это задание. Давайте проверим. Начатная бездонность неба переполнена. Переполнена краткое причастие. Разноцветными висящими в нем звездами. И среди них воздушно сереет прозрачный и тоже полный звезд Млечный Путь. Двумя неравными дымами склоняющимися. Корень клон без ударения пишется буква О. Под ударением буква А. К южному горизонту. Горизонту словарное слово, которое следует запомнить. Беззвездным приставка без и прилагательное звездным. И потому почти черным. Черным в корне слова после шипящего мы пишем буквы Ё. Так как при изменении происходит чередование Е. Балкон выходит в редкий и низкорослый сад, усыпанный калькой. Балкон – словарное слово, которое следует запомнить. Однообразный, ни на секунду не прерывающийся хрустальный звон стоит во всем этом молчаливом ночном мире. Справились с этим заданием? Переходим к следующему. И закрепим наше знание, выполнив упражнение 273 на странице 114. Спешите. Вставьте пропущенные буквы. Расставьте недостающие знаки припинания. Объясните их расстановку. Подумайте, изменяются ли знаки припинания, если обособленные определения переставить. Укажите в предложениях местоимения и определите их разряд по значению. Остановите ролик и выполните это задание. Давайте проверим. Вы убедились в упражнении личные и неопределенные местоимения. И если обособленное определение переставить, то знак припинания не изменится. А теперь проверяем предложение. Первое предложение. Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади почти без памяти. Мы видим, что обособленное определение, относящееся к личному местоимению, выделяется на письме запятыми. Что-то, происходящее вокруг, внушало неясные опасения. В данном случае у нас причастная оборота. Третье предложение. Страстно преданный барину, он, однако же, редкий день в чем-нибудь не солжет ему. Страстно преданный своему барину. Причастие. А определяемое слово «он» стоит после причастного оборота. Поэтому ставится запятая. В данном случае мы наблюдаем обособленное предложение. Обособление принадлежит личному местоимению. Четвертое предложение. Совсем разбитый и изнуренный, я лежал почти в беспамятии. Здесь обособленное определение, относящееся к личному местоимению. И на письме выделяется запятыми. Предлагаю вам познакомиться с правилом. Несогласованное определение обычно обособляется в любом положении, если оно относится к личному местоимению или имени собственного. В широком плаще с лицом под густой вуалью она долгие часы простаивала у подъезда. Наташа в голубом платье с коротким пышным рукавом выглядела особенно нарядно. Если же оно относится к имени нарицательным, то обособляется тогда, когда стоит в одном ряду с согласованным. Например, девочка, приветливо улыбающаяся, в нарядном платьице, очень понравилась гостью. Предлагаю вам потренироваться и выполнить упражнение 280-80 на странице 116. Спешите, расставьте знаки припинания, объясните условия обособления предложения. Остановите ролик и выполните это задание. Давайте проверим, как вы выполнили. Первое предложение. Хлестакова, мелкого петербургского чиновника, в уездном городе приняли за ревизор. Предложение обособляется несогласованное определение, относящееся к имени собственного. Второе предложение. Наташа, худенькая и гранциозная девочка, держалась просто и естественно. Предложение обособляется несогласованное определение, относящееся к имени собственного. Третье предложение. Один крепостной, коммердинер матери Тургени, сумел привить будущему писателю любовь к русской литературе. В предложении обособляется несогласованное определение, относящееся к имени прилагательного. Он, лучший специалист на фирме, всегда охотно помогал молодежи. Предложение обособляется несогласованное определение, относящееся к личному местоимению. Переходим к следующему заданию. Предлагаю вам поиграть. Укажите способ выражения определения в предложении. На воде всплескивали фонтаны, похожие на сахарные головы. А. Обособлено нераспространенное определение. Второе. Обособленное определение выражено прилагательным. Третье. Обособленное определение выражено прилагательным, зависимым словом. Четвертое. Обособленное определение выражено причастным оборотом. Правильный ответ будет третий. Обособленное определение выражено прилагательным зависимым словом. Укажите способ выражения определения в следующем предложении. На иных березках, обращенных к солнцу, появились нерукотворные сережки. 1. Обособленное нераспространенное определение. 2. Обособленное определение выражено прилагательным. 3. Обособленное определение выражено прилагательным зависимым словом. 4. Обособленное определение выражено причастным оборотом. Правильный ответ будет четвертый. Обособленное определение выражено причастным оборотом. Укажите тип определения в следующем предложении. Разговоры наши любил слушать внук пасечника Ваня Шишкин, мальчик лет 14. Первое. Обособленное распространенное определение. Второе. Обособленное распространенное приложение. Третье. Обособленное определение выражено прилагательным. Четвертое. Не обособленное, не распространенное приложение. Правильный ответ. Два. Обособленное распространенное приложение. Укажите способ выражения определения в следующем приложении. Солнце чистое, нежное, пестрело крупными золотисто-желтыми лучами. Первое. Обособленное определение. Второе. Обособленное определение выражено причастиями. Третье. Обособленное нераспространенное определение выражено прилагательными. Четвертое. Обособленные приложения. Подумали? Правильный ответ. Третий. Обособленные нераспространенные определения выражены прилагателем. И пятое, последнее задание. Укажите тип определения в приложении. Незримый ты мне уже был мил. Первое. Обособленное распространенное приложение. Второе. Обособленное нераспространенное приложение. Третье. Обособленное нераспространенное определение. Четвертое. Обособленное распространенное определение. Подумали? Правильно. Правильный ответ номер третий. Обособленное нераспространенное определение. Итак, ребята, наш урок подошел к концу. Спасибо вам за работу. Надеюсь, что все сказанное и сделанное не будет напрасно. До свидания, ребята. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok